Залог хорошего дня уверяют специалисты в правильном сне. С чего он начинается? С постельного белья из натуральных тканей, менять которые рекомендуется один раз в неделю. За полчаса до отдыха стоит проветривать комнату и укрываться теплым одеялом, но дыша свежим воздухом. Доказано, он напрямую влияет на работоспособность, самочувствие, психоэмоциональное состояние и качество жизни. Для хорошего сна все необходимо. И хорошая постель, и подушка, и главное душевное спокойствие. На матрас надо хороший, ортопедический, который будет тебе помогать спать. Нигде ничего не будет болеть. Ортопедические подушки, удобный матрас, комфортное одеяло, чтобы было мягкое. Если не получилось пораньше отправиться в постель, можно подготовить время пробуждения. Чтобы быть бодрым и свежим, от спешки по утрам стоит отказаться. Лучше наводить будильник на 15 минут раньше. Если, допустим, пожилому человеку укороченный сон, это нормально. Молодой человек, который спит мало, ну он может спать мало, потому что у него достаточно сил и энергии для того, чтобы восполнить это дневными какими-то, может быть, пересыпами. Человек зрелый должен спать не менее 6-8 часов в сутки. Особенно это касается женщин. Для того, чтобы хорошо выглядеть, хорошо трудиться и чувствовать себя удовлетворительно. Для тех, кто хочет сохранить молодость и красоту, существуют золотые часы сна с 10 вечера до полуночи. В этот период в организме высокая активность восстановительных процессов. Положение тела во время сна также влияет на то, в каком самочувствии вы проснетесь. Человек за свою жизнь, он приспосабливается спать так, как ему удобно. Понятно, что если у меня сегодня болит правое плечо, я на правом боку спать не буду, потому что мне это неудобно. Кто-то предпочитает спать на спине, кто-то предпочитает. Это самая, кстати, считается наиболее физиологичная поза для позвоночника, для головы, особенно если человек спит без подушки. 80% людей спят на боку в позе эмбриона. Это облегчает засыпание. Ну, люблю спать на боку и на спине. Не люблю на животе, когда перевернусь во сне. На правом боку и в позе ребенка утроби матери. Наверное, на спине. Удобно. В течение дня рекомендуется пить до двух литров воды. От принятия энергетических напитков перед сном стоит отказаться. Суточные ритмы могут сбиваться в том числе из-за недостатка питательных веществ, которые необходимы организму для правильной и бесперебойной работы. Магний и витамин В6 способствуют нормализации работы нервной системы, способствуют расслаблению организма за счет снижения артериального давления и снижения частоты сердечных сокращений, позволяя при этом полноценно отдыхать ночью. До пелигерц магний плюс лаванда плюс мелиса. В дополнение к действию магния, лаванда и мелиса обладают мягким успокаивающим действием. А еще необходимо настроиться на здоровый сон. Отложить подальше смартфоны, ноутбуки и принять горячую ванну. И постарайтесь вечером отключиться от неприятных мыслей и проблем. Скажите себе, как Скарли Тахара. Я подумаю об этом завтра. Следуйте простым рекомендациям и здоровый сон вам обеспечен. А следовательно, заряд бодрости и хорошее настроение на целый день. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360.